Мы с вами продолжим дальше для себя блиц такую информацию, которая давалась британцам по поводу разъяснения разного рода заболеваний. Ну вот, например, что такое пневмония с моими дополнениями и разъяснениями. Пневмония – это воспаление легочных тканей, как правило, инфекционного происхождения. Симптомы вирусной пневмонии могут быть похожи на симптомы простуды или гриппа, жар, сухой кашель, головная боль, мышечная боль, слабость, переутомление и сильная дышка. Симптомы бактериальной пневмонии, то есть воспаления легких, возникают из-за вредоносных бактерий и их влияние и поражение на организм гораздо серьезнее. Появляется лихорадка, дрожь, острая воля в груди, сильно под отделение и кашель, изменение цвета губ и ногти. Сильно под отделение и кашель. Вирусная инфекция тоже жар, сухой кашель. Бактериальная инфекция одна из самых частых причин пневмонии, но заболевание может вызываться и другими микроорганизмами, либо вообще без их участия. Например, если была травма груди, какие-то излучения, токсины, аллергия. К тому же факторы, которые повышают риск пневмонии. К ним относятся дурные привычки, например, как курение и алкоголь. Но курение напрямую воздействует на легкие, это ясно и понятно. Поэтому чем меньше куришь, тем здоровее легкие и меньше будешь болеть пневмонией. Алкоголь. А вот алкоголь несколько непонятно. Это надо, наверное, так хорошенько выпить. Потому что алкоголь вообще там сушит организм. И как он на легкие влияет, ну как-то я затрудняюсь сказать. Так чаще всего пневмония возбуждается, значит, бактериями и другими микроорганизмами. Мы уже знаем. Ее лечат антибиотиками. То есть против пневмонии можно применять природные антибиотики. Например, такие, как полынь, чеснок, лук, имбирь, керосин, допустим, пойдет. Тодикамп пойдет, если это будет действовать именно на бактерии и другие микроорганизмы. Пойдет тройчатка также. Отлично действует от пневмонии скипидар. Скипидар обладает антибактериальными, такими хорошими свойствами. И, допустим, сделать растирочку. Ну, допустим, примерно так. Так, 10 капель скипидара живичного на 1 чайную ложку растительного масла, лучше оливкового. Все это перемешать, размешать. И, допустим, мягонько втереть в спинку, для того, чтобы разогревало. Плюс скипидар входит в кровь и начинает гонять всех этих бактерий. Так, подбор антибиотиков осуществляет врач. Никакое самолечение недопустимо, поймаете. Вот после антибиотиков, которые в таблетках и которые человек глотает, как правило, потом что надо восстанавливать? Восстанавливать свою собственную микрофлору. Как говорится, а надо ли это вам или не надо? Поэтому, я думаю, легче вот то, что я вам рассказал, делать и принимать. Допустим, даже ту же кору ивы можно заваливать, пить ивы, осины или веточки ивы, осины. Они обладают антибактериальными свойствами. И к тому же они обладают способностью, так как содержат естественный аспирин, они обладают способностью разжижать еще кровь. То есть, не будет у вас никаких там трубов образовываться. При клиническом лечении пациентов с пневмонией, как правило, помещают в общее отделение или отделение пульмонологии. Хорошо, поместили. На период лихорадки и интоксикации назначают постельный режим, обильно теплая, высококалорийно, богатыми витаминами питания. Давайте разберем вот эту вот вещь. Смотрите, когда человека лихорадит, повышается температура, то организм не в состоянии полноценно переваривать пищу. Поэтому, о каком высококалорийном питании может быть речь? Это, я считаю, только нагрузка на больной организм, которая может усугубить состояние больного человека. Обильное питье, теплое питье, с этим я согласен. Здесь можно применять опять-таки, какое обильное питье? Ну, например, с осиновых палочек, с ивовых палочек или прутиков, так скажем. С осиновой или ивовой коры, особенно это важно, потому что именно в коре содержится вот этот вот естественный антибиотик аспирин. С медом, вот здесь с медом, обильно теплое питье коры ивы, отваренной коры ивы с метком. Будет прекрасно действовать. Постельный режим хорошо, значит, богато витаминами, ну, не питание, а мы так скажем, питье. Это лучше всего использовать настой шиповника. Горточку шиповника плодов. Помещаем в термос со стеклянной колбой. Завариваем литром кипятка. Лучше всего, знаете, это все на ночь делать. И утром начинаем пить. Такой крутой, отлично действует. Вот, а еще лучше, когда идет лихорадка, интоксикация, просто-напросто отказаться от какого-либо питания, а просто-напросто можно пить теплую воду. Я думаю, где-то за трое-пятеро суток у вас произойдет полное излечение. По крайней мере, снимутся все эти симптомы лихорадки и интоксикации, потому что голод и обильное питье, теплое питье, обычной воды, обычной воды, питьевой, только теплая. В смысле с того, что выведет вот эту всю интоксикацию, а голод сам по себе настолько укрепляет защитные силы организма, что они легко справятся без всяких осложнений, что очень важно отметить. Часто больные пневмонии также назначают ингаляцией кислородом. А вот смотрите, вот мы все с вами разбирали. Дыхание по методу Бутейко. И там как раз говорилось, вот чем больше вы кислорода пытаетесь вопхнуть в легкие, тем меньше он усваивается организмом. Кислород-то должен попасть из легких непосредственно в клетки. И поэтому он проходит, так сказать, несколько ступеней своего переноса. Из легких в кровь, из крови, значит, в сначала межклеточную жидкость, а из межклеточной жидкости уже в клетке, где он потребляется. Также процесс дыхания не просто, что мы тут кислородом дышим, и клетки, значит, все это потребляют. Давным-давно было доказано, что чем больше поступает в легкие кислорода, и при этом, чем меньше находится углекислоты, как в самих легких, так и в крови, то в крови гемоглобин без определенной концентрации углекислоты, растворенной в крови, не может связывать хорошо кислород и переносить его. То есть должна быть определенная концентрация углекислоты, которая как раз и помогает все это делать. Поэтому здесь может быть вот как раз постараться не кислород, который вот норовят в ткани, вернее, в легкие нам поставлять, и как показывает еще практика, от него образуются ожоги, от него ухудшается, вот следуя всем этим теоретическим выкладкам, от него ухудшается вообще усвоение кислорода кровью, потому что нет углекислоты, которая должна все это дело делать. Человеку становится только хуже вплоть до летальных исходов под вот этими всякими там ингаляторами. Поэтому здесь бы можно было бы действовать. Это ингаляции, допустим, с помощью паров полыни, с помощью паров имбиря, то есть тех трав, которые накрылись, и мы с вами дышим, которые как раз непосредственно поступают в легкие, и за счет своих антибактериальных свойств, они как раз и уничтожают вот эту инфекцию, которая находится непосредственно в легких. Плюс вот такое вот неспешно растянутое дыхание, которое рекомендовал делать бутылька. Именно оно будет способствовать насыщению крови кислородом и, естественно, дальше передавать клетку. Я примерно думаю вот так вот. Ингаляция не кислородом, а ингаляция, будем говорить, душистыми травами. Можно и душицу использовать траву. Ну, я перечислил, полынь хорошо пойдет, разные виды. Пойдет имбирь, если его так построгать. Ну, и вообще можно заварить душистые травы, например, там липовые тоже цвет заварить и подышать. Очень хорошо для того, чтобы человек обильно потел, также сделать чаек из липового цвета, с душицей. И, естественно, меньше еды. Что касается вот последующего восстановления, для того, чтобы вот это вот было у нас витаминное питание, можно использовать сокотерапию. И вот здесь пойдут у нас свекольно-яблочные соки, которые как раз способствуют и кроветворению. Здесь у нас пойдут морковные соки, допустим, с этим сельдереем, немножечко с корнем петрушки, морковный сок. То есть здесь очень большая комбинация для того, чтобы быстро пополнить организм естественными витаминами, которые усваиваются. И не забывайте, конечно, о блюдах из проросшего зерна. Вот тут-то вы получите то, что хотите. Полный спектр всех этих витаминов. Ну, это вот мое мнение насчет пневмонии и как избавляться от этого заболевания. Тем более сейчас наступает у нас период осенне-зимний, влажный, когда все эти простудные заболевания и агрессия на наши легкие возрастают. Важно защищаться. Кстати, можно не забывать и о, смотрите, таких вещах, как просто-напросто вот в качестве вот этой вот ингаляции, что можно сделать? Можно брать семечко тмина и разжевывать его во рту. Разжевывать и вот как бы через рот дышать вот этой смесью. Можно разжевывать одно зернышко черного перца душистого и также подушать. И это делать, ну, примерно через каждые 3-4 часа. Прекрасная профилактика вот от вот этих вирусных и бактериальных инфекций легких. Так что все можно пробовать. Нету там тмина, можно укропик пожевать, немножечко семя, даже петрушки можно пожевать. Ну, я вам сказал, наиболее лучше. Так что дерзайте и будьте вооружены. Кто вооружен, тот защищен. Кто вооружен. Субтитры сделал DimaTorzok